День добрый, друзья мои. Сегодня решил я по просьбе одного хорошего человека заснять небольшой видеообзор по поводу преобразователя напряжения. То есть, иногда в радиолюбительской практике часто бывает проблема питания тех или иных маломощных устройств. Есть также некоторые процессоры, мониторы, дисплеи, которые нуждаются в повышенном напряжении питания. Итак, за основу такого преобразователя была взята схемка от китайской зажигалки. Если нужно намоточные данные и всё остальное, полную схему я вам дам. Сам трансформатор намотан на вот такой гантельке. Взят стандартный трансформатор. Выходное напряжение с этого инвертора порядка 50 вольт. Ток, правда, ничтожный, но работает эта штука очень хорошо. Для наглядной демонстрации работы я подключил вот такую газоразрядную лампу на выход. И сейчас попытаюсь подключить. Кстати, диапазон питающих напряжений от 1 вольт до даже 0,7 вольт работает схема. Главное, чтобы напряжение, номинальное напряжение было равно или большее напряжению открывания транзистора. В данном случае я применил высоковольтный битполярный транзистор, хотя он не критичный. Можно использовать любые транзисторы, независимо от проводимости PNP или NPN, только придётся свернуть полюс батарейки. То есть плюс вместо минуса, минус вместо плюса. Вот подключаю схему. Видим, что лампочка загорелась. Газоразрядная она. От гирлянды, новогодней гирлянды. Схема полностью работает бесшумно. От одной пальчиковой батарейки никак не греется. Может работать сколько угодно. И, собственно, может кому-то пригодиться. Схема довольно компактная. Я заодно, пожалуй, поясню, чтобы обзор не был таким кратким, поясню вот эта штука, как работает. У меня, конечно же, она не полностью, только плата инвертора. Имеется схема на основе блокинг-генератора с применением маломощного транзистора. Я, конечно, транзистор тут заменил. Дальше вот трансформатор обеспечивает напряжение порядка 50 Вольт. Диодом FR-107 выпрямляется. Это импульсный диод. Выпрямляется и подаётся на переход тиристора. Тут использован довольно высоковольтный 600 Вольт. Там он у пиццы R-606G. Это маркировка тиристора. Ток полуампера при напряжении 600 Вольт. И тиристор по очереди открывается с заданной частотой. Тут имеется несколько резисторов для настройки на нужную частоту. Срабатывание тиристора накапливается. Энергия, накопленная из конденсатора, поступает на первичную обмотку секционной катушки. На выходе образуется напряжение порядка 7 кВольт. Конечно же, это никак не опасно для жизни, поскольку схема очень маломощная. Такие платы можете вытащить из китайских зажигалок для газа с питанием батарейки. Если будут другие зажигалки, то в них не имеется такая схема. Только с батарейным питанием. Обычно от одной или от двух батареек питаются эти зажигалки. Вообще, некоторые мне спрашивали, можно ли умощнить китайскую зажигалку, превратить в электрошокер. Я расскажу, что, друзья, лучше собрать более простую, но надёжную схему на том же блокинг-генераторе. То есть, умощнить китайскую зажигалку можно, конечно, но смысл не вижу, поскольку тут некоторые компоненты. Вот, допустим, тиристор вылетает, если напряжение больше 100 В, то есть, если поднять питание, то заменить транзистор на более мощный и так далее, то тиристор вылетит мгновенно. Также нужно будет заменить конденсатор, перерассчитать цепь срабатывания тиристора, поставить более нормальный диод. Хотя FR-107 тоже неплохой. Конечно же, он не высоковольтный. Обратное напряжение 1 кВ, он импульсного типа. Придётся сменить катушку и всё остальное. Но лучше всё это очень геморно, лучше не тратить время и собрать нормальную схему. А так, вот в качестве инвертора, тут всего один транзистор, один резистор и сам трансформатор. И всё. Получится у вас довольно полноценный маломощный инвертор для средних нужд. Можно даже небольшие газоразрядные лампы дневного света запустить этим инвертором. Это, пожалуй, всё, что он может дать вам. До новых встреч. С вами был Ака Касьян.